Президент России Владимир Путин помиловал осужденную на 7,5 лет лишения свободы за контрабанду наркотиков гражданку Израиля Наам Иссаха. Израильтянка была задержана в аэропорту Шереметьево во время пересадки из Дели в Тель-Авив. Ее багаже было обнаружено более 9 грамм горшиша. Данный объем ни в Индии, ни в Израиле не является уголовно наказуемым. Но в России все по-другому. Подробнее о данном случае мы поговорим с руководителем проекта ГУАГ-Инфо Денисом Солдатовым. Во-первых, ситуация, она возмутительная именно тем, что, скажем так, багаж не попадал фактически на территорию Российской Федерации. И более того, Наама не имела доступ к этому багажу в момент ее нахождения на территории Российской Федерации. Я еще раз напомню, что она летела транзитом из Дели в себе в страну, в Израиль. То есть, и никак не собиралась выявить на территории Российской Федерации прогуляться по аэропорту вместе со своим багажом. И, по мнению следствия, я так понимаю, что именно это имелось в виду, когда их меняли определенный состав преступления по 228. Значит, то, что она, наверное, собиралась продавать этот горшиш на территории аэропорта и ближайших каких-то окрестностей. То есть, я так понимаю, что наше следствие сфабриковало, я не могу найти другого слова, обвинение, именно основываясь на своих каких-то долгах. Хотя, вот эти домыслы, хотя никакое, как бы, обвинение не может быть сформировано на каких-то домыслах и догадках. Ну, вот у нашего следствия по делам о наркотиках очень хорошо получается сфабриковать подобные дела. Мы четко в этой ситуации видим, насколько абсурдно работает наше следствие по делам о наркотиках. Вот можно еще взять за пример дело Голунова, где те люди, те сотрудники правоохранительных органов, те сотрудники полиции, которым подкинули наркотики, и в итоге сейчас сами оказались в местах не столь отдаленных, как говорят, в определенных кругах. То есть, эти люди в итоге будут, конечно же, тоже наказаны. И мы понимаем, что вот так вот у нас фабрикуются, вот так фабрикуются дела, дела по наркотикам. И очень много людей находятся в местах решения свободы в исправительных учреждениях. Примерно по такой же ситуации, как и на АМА. Но только им дают три года, и они берут особый порядок на следствие, соглашаются, потому что им следствие говорит, «Да мы все равно тебе дадим как 10 или там 7». И действительно, можно коснуться того, а почему, например, ее освободили, почему Голунову помогли, а другие люди сидят. Если бы тогда не было этого возмущения, Голунов бы тоже сейчас с вероятностью 100% сидел бы. Конечно, мы понимаем, что журналистское сообщество показало свою стилу, но кто вступится за сотни, тысячи, даже, может быть, сотни тысяч людей, которые незаконно привлечены к уголовной ответственности за то, что они просто захотели кто-то попробовать, кто-то употребить наркотики для себя. Страна, в которой огромное количество наркотиков оставляются в колонии. В каждой третьей нашей колонии находятся наркотики. Как они туда попадают? Давайте спросим у наших правоохранителей. Давайте спросим у наших сотрудников СИН. Давайте спросим у наших полицейских, наркополицейских. Они, наверное, знают, многие из них знают ответы на этот вопрос. И вот почему возникают такие дела. Кто-то хочет себе срубить так называемую палку, кто-то получает повышение. Все это проблема. Проблемы, которые надо решать. И слава богу, что сейчас мы получили какой-то срез этой проблемы. Этим надо заниматься дальше. Надо разбираться в подобных историях. Как можно больше это освещать в средствах массовой информации. Проводить журналистские расследования. И добиваться отмены каких-то решений, приговоров. Добиваться привлечения нерадивых сотрудников к уголовной ответственности. В любом случае, контроль общественности за правоохранительными органами нужен. Редактор субтитров А.Семкин